Всем привет, с вами Банарди и сегодня в ролике я буду делать обзор вот этого мода Crazy MK 63 6х6. Ну, по сути, это гелик шестиколесный, в многих играх, например, как в GTA 5, очень часто используется. Ну а как он себя поведет в игре SnowRunner, давайте сегодня разберемся. В общем, всем приятного просмотра! Ну а я напоминаю, что я играю с консоли Microsoft Xbox Series X. Для того, чтобы установить модификацию, нужно зайти в просмотр модификаций и здесь потом нажать правый стик для того, чтобы у вас появился поиск. В поиске пишите Crazy и находите данный автомобиль. После этого переходите в карту, в которой вы играете. В моем случае я сегодня буду тестить все так же на полигоне. Вот, так что полигон, скауты и здесь находится автомобиль. Если у вас не хватает денег, то также берете в модификациях, находите пункт, который дает денег. Вот, автомобиль выглядит довольно-таки прикольно, за исключением вот этого логотипа. Вместо Мерседеса какой-то 808. Возможно, это автор мода или я не знаю. Потому что сзади машины тоже написано 808 моддинг. Вот, я думаю, что человек таким образом пытался как-то себя прорекламировать. Цветов достаточно много. Кстати, можно прикольнуться и установить декор на Мерседес. Допустим, значок какой-нибудь другой автомобиля. Двигателей тоже достаточно много. Так же, как и коробка передач, поиграться в принципе есть с чем. Так же выбор колес, точнее шин тоже огромное количество. Подвеска. Вы знаете, самая высокая я, конечно, не оценил. Поэтому я просто выбрал стандартную. Хотя, можно всегда поиграться. Многие модовые тачки, они имбовые. Вот, поэтому, в принципе, здесь без разницы, наверное, что выбирать. Хотя, можно, конечно, заморочиться для тех, кому этот мод зайдет и поиграть. Как видели, даже двойные какие-то колеса были. Вот. Но, если честно, забегу так наперед. Колеса здесь особо погоды не играют роли. Потому что автомобиль ведет себя, ну, как-то так загадочно. Дифференциал подключаемый. Шноркель оставляйте, какой вам больше нравится. Можете поиграться с улучшениями, там, на кабину. Дополнительные функции, там, не знаю, бампер тяжелый, легкий и все такое. Единственное, есть такая штука еще. Знаете, на крыше можно поставить вот эти вот запасные части. Но их в таком количестве, что свой автомобиль вы явно никогда не поломаете. Ну, или поломаете, но тогда уже вам на все просто хватит. Давайте теперь приступим к тестам. Итак, более подробно по поводу прицепов. Цепляются все прицепы, которые подходят для скаутов. Для грузовиков сюда прицепы прицепить нельзя. Хотя у многих модов подобная фишка работает. По поводу знака, точнее, значка тачки, как видите, сзади тоже торчит 808. Хотя, если честно, оно не принципиально. По поводу автосалона внутри автомобиля. Выглядит это все, если честно, убого и как-то дешево, что ли. И когда вы крутите руль, у вас руки как-то колесом ходят. Не знаю, по мне оно не зацепило. Хотя большинство игроков играют все-таки с видом от третьего лица. Следующий тест это проехать по прямой в аэропорту, да. Но здесь у меня автомобиль начало заносить. Я думаю, что это больше связано с шинами. Вот, нужно поменять было шины и все бы было хорошо. Но так автомобиль вел себя только по асфальту. Как только я пытался покататься по земле, все было отлично. Все было супер. И как бы все это вы сейчас также увидите. Автомобиль легко преодолевает серьезные трудности. Например, заехать по бревнам, знаете, вот такие вот большие бревна, да. Типа мост там и так далее. В реальных условиях на картах игры сноураннера подобные препятствия попадаются очень редко. Если быть точнее, их практически нет. Но автомобиль с этим легко справляется. Как я говорил, модовые тачки часто делают имбовые. И, кстати говоря, этот гелик не исключение. Да, есть такие, знаете, небольшие, конечно, моменты, где можно угробить тачку. Но по бетонным перекрытиям автомобиль проезжает просто как по маслу и практически не нанося себе урон. Как я говорил, когда мы ехали в аэропорту, да, он плохо управляется. Но в то же время через лужи, через деревья он преодолевает препятствия очень-очень легко. В принципе, по камням то же самое. Поэтому, если вы хотите использовать мод, допустим, скаута, для того, чтобы разведывать какую-то там территорию, то, конечно, гелик вам в этом поможет. Ну а по поводу модов, если честно, я играю без модов обычную игру. Просто для того, чтобы насладиться самой игрой. Ну, как часто мне пишут, там моды зло, но выбор должен быть у всех, да. Кто-то играет с модами, кто-то играет без модов. А вообще все мы дружно ждем, когда выйдет новый сезон. Потому что мастодонт вышел буквально месяц назад, да, и значит уже нужно ждать новый сезон. Если ты его ждешь так же, как я, так же, как ребята в моем чате, обязательно приходи ко мне в чат в Telegram. У нас там 270 человек, любители игры SnowRunner. Можно поиграть в коопе, можно пообщаться на интересные темы. Есть определенные правила, но ты о них узнаешь, как только нажмешь на ссылочку в Telegram. По поводу водных препятствий. Автомобиль ведет себя здесь по-разному. В данном случае, скорее всего, просто потому, что был лед. И он ехал очень тяжело, поэтому с помощью лебедки я все-таки достал. Но чуть позже я проехал по водной препятствии. Автомобиль полностью ушел под воду, но все равно ехал. То есть пока у вас будет двигатель цел, вы будете продолжать ехать. И как бы проблем с этим не должно возникнуть. Ну а по поводу камней, как я уже говорил, есть одна самая большая проблема игроков SnowRunner. Это, конечно же, камни. Когда здоровая фура, наезжая на маленький камень, просто берет и зависает. Здесь такой проблемы нет. Как я уже говорил, поменяйте шины и будете ездить практически на любой локации. На льду, на снегу. И у вас не возникнут проблем. Если вы прям будете сильно гробить автомобиль, то обязательно ставьте вот это вот запасные части. И в целом у вас проблем в игре больше, как, допустим, использование скаута, да, больше не будет. Те, кто следит за моим каналом, знают о том, что по выходным я обычно провожу стримы. К сожалению, на этих выходных я не смог провести. Дело в том, что я ездил на рыбалку. И когда вернулся, у меня желание было просто лечь спать. Вот. И уже ничего не проводить. А вообще я стремлюсь к тому, чтобы наконец выйти на графики, графики выпусков видеороликов. Я думаю, что это будет где-нибудь в среду и в пятницу, либо же вторник и четверг. Пока еще не определился, поэтому я работаю над этим. Ну а стримы, стримы все так же в субботу и воскресенье, за исключением, если какие-то будут форс-мажоры. В любом случае, как только выйдет новый сезон, мы этот сезон будем проходить на стримах. Конечно, поиск автомашин появится отдельными роликами. Какие-то полезные лайфхаки и полезные советы будут роликами. Но основное прохождение нового сезона будет на стримах. Так что, если тебе эта тема интересна, обязательно подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарий. А вообще, лучше приходи, конечно же, и в наш телеграм-чат. Как вы видите, автомобиль показал себя по-разному. Можно подрифтить, можно покататься по серьезным препятствиям. А можно просто взять и удалить, и не использовать. Как делать вам, решать тоже вам. А на этом мой ролик сегодня заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Увидимся, когда увидимся. Продолжение следует...